Русско-американская деконфликтизация 75 лет недавности на Эльбе, сигнальные ракеты огонь по своим, Руссия Маттерс, США, Симон Сараджан, Руссия Маттерс, США, 29 апреля 2020 года, равно 75 лет тому назад американские и советские войска встретились на реке Эльбе в Германии в конце европейской фазы Второй мировой войны. Эта годовщина заставила сегодняшних руководителей США и России выйти за рамки напряженных отношений между двумя странами и выступить с редкой на сегодня совместной декларацией, в которой они назвали эту встречу примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели. Но в этом заявлении нет упоминания о том, что встреча 25 апреля 1945 года состоялась в нарушении приказов, из-за чего был открыт огонь по своим. В тот день военнослужащие американской и Красной Армии по очереди нарушали приказы своих командиров, отданные для того, чтобы обеспечить безопасную и упорядоченную встречу на Эльбе. В частности, был отдан приказ выпускать зеленые, американские войска, и красные, Красная Армия, сигнальные ракеты, и запрещено выходить за пределы внешних зон патрулирования, в американской армии. Эта информация из воспоминаний участников тех событий, опубликованная в российской газете «Коммерсант». Одним из нарушителей инструкции был лейтенант Уильям Робертсон, Уильям Робертсон, из 69-й дивизии сухопутных войск США. Робертсон решил подъехать к Эльбе, покинув пределы пятимильной зоны, установленной командованием. Добравшись до Эльбы возле города Таргау, он попытался подать сигнал советским войскам, находившимся на противоположном берегу. У него не было сигнальных ракет, чтобы сделать это установленным образом, и тогда он начал размахивать самодельным американским флагом. Они нарисовали полосы флага на простыне, найдя в аптеке цветные порошки. Об этом Робертсон в свое время рассказал корреспонденту Крещен Сайенс Монитор, через Тиэн Шиен Чи Монитор. Советские войска в ответ открыли огонь. Недоверчивый лейтенант Александр Сельвашко из 58-й стрелковой дивизии подумал, что флаг сделали немцы, и что это военная хитрость. Поэтому он приказал выпустить по башне на противоположном берегу, где Робертсон размахивал флагом, два артиллерийских снаряда. Как рассказывал Робертсон, русские также пустили две зеленые ракеты вместо красных. К счастью, артиллеристы промахнулись, но убедили Робертсона в том, что надо искать другой путь. Предприимчивый американский офицер в итоге попросил помочь освобожденного русского военнопленного, уроженца Москвы. Тот крикнул Сельвашко и его солдатам, что рядом с ним стоят американцы. Недоразумение было устранено, и Робертсон с одним из своих починенных полез на полуразрушенный мост, где встретился с сержантом РКК Николаем Андреевым, пробиравшимся в западном направлении ему навстречу. После встречи с Андреевым Робертсон около двух часов дня достиг восточного берега реки, где его ждал Сельвашко со своими солдатами. Их фотография стала символом встречи на Эльбе. Они повторили тот момент в 1987 году, и их снимок можно увидеть в статье в газете «Коммерсант». На русском берегу реки состоялось импровизированное празднование с тостами, после чего патруль Робертсона вернулся к своим. Их сопровождал Сельвашко и еще трое военнослужащих из 173-го полка Красной Армии, в том числе, заместитель командира полка майор Анфималаренов и капитан Василий Неда. Красноармейцам был устроен теплый прием. Банкет с коньяком и виски длился до утра 26 апреля. Робертсона хотели отдать под трибунал за нарушение приказа командования, поскольку он вышел за пределы 5-мильной зоны патрулирования, о чем рассказывал соучредитель группы Эльба генерал Кевин Райан, Кевин Риан. В итоге командование не стало наказывать Робертсона. Но советская военная контрразведка провела расследование по факту несанкционированных контактов четверых военнослужащих РКК с американцами. Капитаны Недусняли с должности, а майора Ларионова исключили из коммунистической партии. Лейтенанта Сельвашко пощадили, поскольку контрразведчики посчитали, что он просто выполнял приказы старших по званию. Одно из следующих американо-советских торжеств, санкционированное командованием РККА, состоялось 27 апреля неподалеку от Эльбы. Там было много тостов, а один американский офицер армейской разведки прокричал по-русски, да здравствует советская пехота, о чем пишет коммерсант. Подробно описывая встречу Робертсона и Сельвашко, авторы статьи напоминают читателю, что она была не единственной. На самом деле, 25 апреля 1945 года в разных местах и в разное время еще два патруля 273-го полка 69-й пехотной дивизии американской армии встретились с частями 58-й стрелковой дивизии РККА, первым американским патрулем, встретившимся с советами, командовал лейтенант Альфред Бак Коцебу. Подобно Робертсону, но раньше него, Коцебу проигнорировал приказ командира о зоне патрулирования и добрался до Эльбы, о чем пишет в своей книге Каролина Вудсейзенберг, Чарволы Нюао Цейзенберг, а также авторы статьи в «Коммерсанте». Патруль Коцебу 25 апреля в 11.30 утра наткнулся на кавалериста Красной Армии, также находившегося в патруле. Это был казах по имени Айт Каля Алибеков, который рассказал американцам, как добраться до советских войск через Эльбу. Дыхав до реки, патруль Коцебу выпустил зеленые ракеты, но ответного запуска ракет с советской стороны не было. Как говорят американские участники тех событий, русские утверждают, что ответный пуск ракет с восточного берега был. Установив контакт с военнослужащими Красной Армии, Коцебу со своими товарищами переправился через реку на лодке вблизи городка Штрела, гребя прикладами своих винтовок как веслами. Как пишет в своей книге Джон Талант, Ион Талант, Коцебу, намного опередивший свою связную машину, чтобы командование не отдало ему приказ возвращаться, по всей видимости, не докладывал в штаб о встрече с русскими. Не получив никаких сообщений от патруля Коцебу, американское командование отправило два самолета на разведку, но по ним был открыт огонь, сообщает коммерсант. Тем временем на поиски первого патруля американским штабом был послан еще один патруль под командованием майора Фреда Крига, Фред В. Чрайк. Патруль Крига тоже встретился с советскими солдатами, и их отвезли в тот же самый штаб 175-го полка, где праздничное застолье пошло по второму кругу. Криг все-таки доложил по радио своему командованию, что он нашел Коцебу и вступил в контакт с советами. Сегодня у американских и русских военных есть намного более надежные и современные средства связи и общения друг с другом, чем сигнальные ракеты и полевые радиостанции. И я надеюсь, что они будут и дальше пользоваться ими во избежание случайных конфликтов, какими бы напряженными ни были двусторонние отношения в сфере политики, хотя некоторые из этих современных каналов оказались такими же ненадежными, как и обычные телефоны, что показали боевые действия в Сирии. Я также надеюсь, что американские и русские военные в Сирии, на Европейском театре и в других местах будут строго придерживаться правил деконфликтизации, как приказано командованием. Мягко говоря, США и Россия больше не являются союзниками, а мощь и дальность того оружия, которое появилось у них после 1945 года, способны привести к таким последствиям в случае нарушения правил, какие не снились тем героическим патрулем, которые 75 лет назад встретились на Эльбе. На решение тех отважных солдат явно повлияло предвкушение окончания войны и желание встретить союзников на берегах Эльбы. Сегодня таких оправданий не существует. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.